Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли клясться? Если мы оглянемся в ветхозаветные времена, то мы увидим проклятые некоторые высказывания. Но ветхозаветное время – это время разделения, когда мир был отделен грехом от Бога. И Господь для спасения рода человеческого точно так же действовал через разделение. Он взял и сказал Авраму, выйди из среды своей, из Месопотамии, иди в землю Абетаванда. Точно так же он вывел и еврейский народ из Египта опять же в землю Абетаванда. И всячески его ограждал от языческих племен, от языческих верований. В том числе некоторым, можно сказать, инструментом этого ограждения было клятва. В том числе даже повествуют книги Ветхого Завета о тех местах, где Господь вроде как клянется. И однако для нас, для людей новозаветных, очень важно, что привнес в клятву Христос. Потому что Господь берет и показывает иудеям их лицемерие. То, что иудеи старались для того, чтобы не дать клятву, а чтобы ее нарушить, они вроде вот если ты подтвердишь чем-то священным, каким-то священным местом, священным предметом, священным понятием, то тогда клятву нарушать никак нельзя. Уже вроде как ты ее должен соблюдать. Они же старались вот вывернуться, как порой там, ой, в детстве бывает, ой, я там пошутил, я пальчики скрестил, еще что-то там не считается, это я не обманул, это шутка вроде была. Вот так, ну если на детском уровне это какие-то детские игры, хотя и они могут быть обидные, то для иудеев это были вопросы, в том числе вопросы какого-то имущественного характера, вопросы доверия человеку. И Господь говорит, ну вы клянетесь там небом, но небо это престол Божий, вы клянетесь землей, но земля это подножие ног его. Все в этом мире, любое, чем бы человек не захотел поклясться, все это имеет отношение к Богу, потому что Бог этот мир сотворил. Поэтому любая клятва, она священна. Что из этого получается? Собственно, из этого и получается тот вывод, который дает апостол Иаков в своем соборном послании, в пятой главе, вот 12 стих, и дальше, если мы прочитаем, то там есть прямое такое указание, которое расширяет даже слова Христа, потому что Христос, можно сказать, приводил примеры, и наверняка уже не среди иудеев, а среди даже первых христиан было, ну вот вроде небом нельзя, вроде землей нельзя, а я сейчас чем-то еще другим поклянусь. Апостол Иаков поясняет, прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. В чем тут дело? Почему апостол Иаков вообще говорит, не нужно клясться? Он в следующем стихе это и поясняет. Если христианин говорит какое-то слово, он его должен говорить без лжи и без лицемерия. Без подтверждения клятвы каждое слово христианина должно быть истиной. Потому что Господь сказал, я путь истинной жизни. Тот, кто идет по мне, тот, конечно, жизнь вечную наследует. Поэтому мы, следуя за Христом, каждое слово должны тоже наполнять истиной. Тем более для нас слово это не просто сотрясание воздуха, это не просто звуковые волны колеблют до новинья ветерка. Для нас мы помним, что Бог, слово, апостол Иоанн Богослов с этого начинает свою Евангелие. В начале было слово, и слово было у Бога. Поэтому и мы каждое свое слово должны направлять к Христу, каждое свое слово посвящать Христу, каждое свое слово освящать Христом. Именно поэтому в наших словах не должно оставаться ни лжи, ни лицемерия. Если христианин клянется, то по сути он признает, что другие мои слова, они могут обмануть. А вот если не обманывать, то могут как-то лицемерить. А вот здесь, сейчас, вот я не обманываю. Так нет, если ты обманываешься и в мелочах, то ты в важных вещах, там, под присягой клятву приступишь. Тут еще маленький сразу в дополнение технический вопрос, его немножко коснемся. Ну а как же там военная присяга или там президент на конституции какие-то обещания дает? Ну тут можно рассматривать это не как клятву, не как какое-то там свидетельство особое, а просто как некоторые обещания. Обещания людям, которые вне порой церкви, которые вне христианских понятий, которые не понимают, что перед ними христианин и правда, никто не обязан знать, насколько мы соблюдаем христианские заповеди. Поэтому для внешних людей, для общества, для государства мы можем засвидетельствовать, пообещать. Да, я буду верно служить на военной службе. Да, я буду в суде говорить правду. Да, я когда буду выполнять какие-то обязанности по государственному управлению, то тоже я буду какие-то те или иные нормативы соблюдать. Но, тем не менее, это для нас лишь пояснение, лишь некоторое дополнение, лишь некоторое уточнение тому, что мы как христиане каждое слово без клятвы истиной наполняем.